Утро! Нас завалило снегом. Урал засыпало снегом. Чтобы поехать, нужно почистить. Че, снимаешь? Чисти, чисти. Да че толку сейчас все равно нападает? Вон идет. Давай, поехали. Время семь. Опаздываем немножечко. Наработку. Ой-ой-ой. Вот это мне чистить. Ой-ой-ой. Ой, ничего не видно. Но тепло, тепло. Ты че, кодак парикмахерскую? Вчера ж хотела. О, я постриглась. А, постриглась? А-а-а. Пострелась по красотинку. Мама чай пришла попить в магазин. Ну, ко мне. А то дома-то не дают. Ну. Тут вкуснее, тут все идет на ура. Все старые конфетки, все. Все подъедаем. А дома-то аппетита нет, а здесь как нарушен аппетит. Это, представь, неделю здесь работать, разбухнешь. Ну, вот продавец-то у меня вообще пусть день вот такой сидит и ест. Сидит и ест. Говоришь, когда не работаешь, еда, просто кушать, кушать хочешь. Дома вот бывает, вроде все дела переделаю, и начинается жор. Кушать хочу. Туда пойдешь, увидишь, о, там возьмешь, там возьмешь. Там холодильник не открывай. Если откроешь, там все, все почистишь. Да, ну, старайся, не подниму, не управляться. Че? Работаем? Че делаем? А, ты же сказал, на день рождения мне. Светометалбома. Ой, ребят, мама пришла в магазин, меня сменила. Я бегом домой. Сейчас не кушаемши, не обедамши. Ну, я, кажется, наелась с утра. Нужно вот этот снег весь перечистить. Тяжелый, много выпало. Жарко, я вот уже начала вся красная. Сегодня, короче, вообще денек. Бегом туда на работу, два с лишним. Бегом обратно, два с лишним. Жарко. Вот. Пока мама часов до трех посидит, поторгует. Пока отец там. Мне надо вот все перечистить. Все переделать. Кушать, сварить завтра с собой. Потом прийти еще это. В магазине. Полы перемыть, полки перемыть все. Завтра сдать продавцу чистенько. Ой, ну на улице весна. Боже мой, боже мой. Только снега. Столько выпало. Весь февраль вроде бы снег. Так что, Оксана Федоровна, давай. Включай. Вторую скорость. И пошла. Добрый вечер, друзья. Тороплюсь сегодня. Такой бешеный день. Прибежала, вот снег почистила. Уехала опять на работу. Там посидела два часа. Сергей меня сменил. Домой приехала. Курей надо накормить. И на ужин что-то сварить. И с собой завтра взять покушать. Вот думаю, что по-быстрому, как всегда. Конечно же, по-флотски фаршик. Или фрикадельки сделать. Вот буду болтать с вами. И готовить. Жарить. Лук обжариваю. Потом морковку туда. Томатную пасту. Фаршик. Обжарю все. Или фарш. Из фарша фрикадельки сделать. Не, я, наверное, просто обжарю. Некогда уже. Сейчас можно возвращаться обратно в магазин. Полы так не помыла. Народ, 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 народ. Хотела у вас вот что спросить. Короче. Мне посоветовали пить льняное масло. Я купила в аптеке. Вот такое масло. Пол-литра. Начала его пить. По столовой ложке утром натощак и вечером перед сном. Ничем не запивать. Девчата, не могу не запивать. Глоток воды хотя бы делаю. Прямо встаёт вот здесь масло. Для чего оно? Оно, конечно, все знаете, богато омега-3. Омега-3 для волос, для кожи нам нужно. В организме нужен. Для ногтей. Вот. Я начала его 10 дней копить. И самое главное, для чего я его начала пить. Это, оно способствует похудению. Да, девочки, способствует похудению. За 10 дней я потеряла где-то, ну, полтора-два килограмма. Хотя так же питаюсь. И бутербродики с сыром, и маслом, и всё на свете. Ну вот, девчат, аппетита нет, конечно. Выпьешь, аппетита нет вообще. Вообще не хочется кушать. Вот, наверное, поэтому. Блин. Не хочется кушать. Вот я в воскресенье, в субботу забыла, блин. Проспала его выпить. И прямо чувствуется, жор был без него. Ни в туалет не гоняет. Ничего, не бойтесь. Слабительного эффекта не будет. Всё как обычно. Просто неохота жрать. В три горла. Как я это люблю делать. Морковка. Чищу. Своим больным зубом. Не могу откусить. Девчат, это не рыбий жир. Нет, по вкусу. Хоть все говорят, рыбий жир. Нет, лучше. Ой, лучше. Ну, по-приятней. По крайней мере, для меня. Ещё сказали, что после открытия его нужно за три недели выпить. Я не знаю как. Вот я 10 дней пью. Вот сколько я отпила. Отпила. Как его за три недели можно выпить? А то, мол, потом будет горчить. Ну, будет, будет. Чё теперь? Жарить на нём категорически нельзя. Он выделяет канцероген какой-то. Вредный. Ещё хочу тыквенное масло найти. Вот завтра поищу в Магнитогорске, в аптеке. Говорят, для желудка. У меня у Серёжи желудок больной. Поджелудочное. Вообще отлично, говорят. Хотя он масла не может. Ну, хочу попробовать. Купить. Пропить. Вот. Сегодня Маша у нас весь день с 8 часов в школе. Время 6 час. Она придёт домой только в 7. Я её заберу. Факультативы. Репетиторство. Два факультатива. Одно репетиторство. Тренировка. Я не знаю. Она, бедняжка, приходит и падает на кровать. Лежит в часочек. Потом кушает. Потом мы ложимся спать. Серёжи. Она у нас делает уроки до 12. Утром не может проснуться. Переставляет. Переставляет этот будильник. Слышу. На 7 заводит. Нет. Сегодня даже где-то без 27. И каждые 5 минут он у неё. Каждые 5 минут. Бедняжка. Не может проснуться. Так. Сейчас томатную пасту добавлю. Накормила курочек. Накормила Нюшу. Всех. Но ничего не успеваю. Это ещё ничего. Летом вообще. Летом. Это я не знаю. У меня пятки дымят. Как впихнуть всё невпихуемое? Я не знаю. Летом же огород добавляется. Магазин. Товар. Это жесть. Ну ничего. Живы будем. Не помрём. Да? Ребят. Так. Уже 6 минут наболтала. Так. Ну на всякий случай до свидания. Если больше сегодня не включусь. До завтра. Ребята. Радуйтесь жизни. Благодарим Боженьку за каждый день. Спасибо ему. Спасибо за жизнь. Живём все. Улыбаемся. Всем здоровья. Всем добра. Любите друг друга. Господи. Спасибо за всё. Боженька. Спасибо. Ну вот. А мы завтра опять в магнитку. Боже мой. Дежавю. Дежавю. Ну как? Ну только что был понедельник. Уже завтра в магнитку. Боже мой. Вот. Завтра если что поснимаю. Что-нибудь интересненькое. Вот так. Пока. 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 Ребятки. Пока.